Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пименко. И сегодня мы вновь говорим о музейно-выставочном комплексе городского Круголюберца, потому что в нем настолько много всего интересного, что не раз еще мы встретимся с его представителями, и мы будем говорить о выставках, о всем том, что там происходит. Ну а сегодня уже постоянная наша гостья – это Татьяна Юрьевна Крюкова, директор музейно-выставочного комплекса городского Круголюберца. Здравствуйте, Татьяна Юрьевна! Здравствуйте! И впервые премьера заведующая картиной галереи Анна Юрьевна Ехира. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну и картина галереи в любом музее, скажем так, в любом городе, куда приезжают туристы прежде всего, отправляясь посмотреть на какие-то достопримечательности, обязательно ищут картину галереи. Почему? Потому что знакомые фамилии, имена, где-то можно увидеть неожиданно любимого художника в совершенно каком-нибудь маленьком городке. Понятно, что это заслуга тех людей, которые занимаются подбором, поиском и оформлением этой самой картины галереи. Насколько мне известно, наша картина галереи еще маленькая совсем по возрасту. Да, совершенно верно. Она очень молода, ей нет еще и пяти лет. В 2018 году двери картины галереи были открыты для гостей и жителей городского округа Люберцы. Я напомню нашим телезрителям, что музейно-выставочный комплекс состоит из трех структурных подразделений. Это из двух музеев Краеведческого, Люберецкого Краеведческого музея, который в прошлом году отметил свое 45-летие, и Малаховского музея, Музея истории и культуры, поселка Малаховка. Ему всего лишь 25. Ну, а картинная галерея хоть и самая молодая, но площадей она занимает как можно больше среди других наших участников нашего комплекса. Ну, я так понимаю, что это история, которая фактически только начинается. Анна Юрьевна, действительно большая, так сказать, галерея уже по площади. Выставочное пространство более 1300 квадратных метров. Мы являемся одним из таких по Московской области крупных выставочных пространств. Да. То есть мы можем предложить выставочные залы на любой вкус, возможность и уровень подготовки. Ну, я так понимаю, что на две части делится работа. На две основных части, потому что там их много, конечно же. Это некий собственный фонд, который постепенно, я так думаю, за десятилетия будет формироваться. И плюс сами выставки, которые приезжают, которые устраиваются и так далее. Я сам люблю посещать многие выставки, самые разнообразные, что-то нравится, что-то не нравится. Но так я понимаю, что в основном это сейчас выставочное пространство. Или есть все-таки какой-то свой фонд, Татьяна Юрьевна? На данный момент фонда своего картины-галереи не имеет. У нас фонд находится у Краеведческого музея, музей истории культуры поселка Малаховка. Картины-галереи, да, правильно вы сказали, это более выставочное пространство. Выставки заезжают, и сменность выставок, особенно в 2022 году, очень частая. Если раньше у нас проекты вставали где-то на два, на три месяца, то практически почти что в 2022 году каждый месяц у нас происходит сменность. И сменность – это не одного зала. Сменность – это всех залов, которые у нас существуют. Поэтому мы трудимся активно. Но дело в том, что, я так понимаю, это же еще и с пандемией, наверное, связано, да, потому что хочется теперь много чего показать. И вам хочется, да, чтобы люди пришли и увидели и то, и то, и то. И, конечно же, тем людям, которые, может быть, планировали выставки в 2020-2021, вот в эти сложные годы, и теперь они тоже хотят попасть. Вот скажите, Анна Юрьевна, для того, чтобы устроить выставку, это же целый самый процесс, то есть это надо, чтобы люди приехали, посмотрели пространство, у них же какие-то есть уже, ну, условно говоря, декорации. Такая маленькая даже театральная история. Да, это очень увлекательный, на самом деле, процесс. И тут задействованы не только один человек, целая команда выступает. Люди приезжают, осматривают, решают, удивляются. Потому что одно дело – просто слышать про галерию в Люберцах, а другое – увидеть своими глазами торжественные залы, большие, светлые, с хорошим освещением, с полной командой, да, которые готовы работать. И в связи с этим идет большое, на самом деле, сейчас количество заявок, то есть вплоть до 24-го года мы уже расписываем, да, записываем в очередь. Хорошо, а если, например, я со своей выставкой условно захочу зайти, то мне теперь 24-й год только стоит? Нет, 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 что у нас закрыт пока только 22-й год, то есть мы уже открыли. Что, 23-й еще? 23-й, 24-й, то есть люди уже на несколько лет... В зависимости от того, какой вы зал предпочтете. У нас есть большие залы, они, конечно, у нас уже начинаются запись там с 24-го года, они более востребованы. Есть у нас и небольшие залы, все зависит от того, как Анна Юрьев сказала, от количества работ. Да, ну что будет выставлено, то сейчас бывает и выставка одной картины, кстати, у нас в Кровеческом музее тоже была такая история недавно. Может быть, выставка какой-то небольшой коллекции, да? Да, конечно. Хорошо. Татьяна Юрьевна, скажите, пожалуйста, а как идет работа по привлечению выставок? Кто отбирает, кто занимается... Ну, или вы исключительно работаете по принципу, кто-то к вам пришел и говорит, мы хотим у вас выставку, или вы тоже можете кого-то пригласить? Нет, у нас разные подходы есть. Есть те, кто непосредственно хочет сам, приходит, о себе заявляет, у нас комиссия есть, комиссия рассматривает эту выставку, принимает решение, берем или нет. Есть такие выставки, за которыми мы сами гоняемся, отсматриваем, отслеживаем. Дайте нам. Понимаем, да, учитываем их уже загруженность. Они говорят, нет, ребята, у нас там тоже до 24-го все записано. Поэтому разные подходы в зависимости от потребностей жителей городского округа. Мы стараемся на разную аудиторию работать, и на детскую, и на юношескую, и на активное долголетие. Хорошо. Анна Ивановна, скажите, а вот когда выставка начинает размещаться, вы принимаете участие, что-то советуете, или вот они просто покупают, условно говоря, арендуют это время и сами все расставляют? Нет. В первую очередь я могу даже поехать на погрузку этой выставки. Лично сопровождаем, распаковываем, размещаем. То есть все это время я, в принципе, нахожусь в зале вместе с авторами и организаторами. Ну и потом это же еще ответственность, потому что, не дай бог, что-то где-то пропадет. Конечно. То есть вся ответственность, на самом деле, материальная, она находится на мне по документам. То есть я должна все это оценить, все эти риски, возможности. И то есть, ну как с маленьким ребенком, ты сначала его собираешь туда-сюда, и до конца... А кто первый, ну до того, как зрители пускают, кто первый проходит всю выставку, еще раз проверяет, что все выставлено правильно? Обязательно куратор, организатор. Есть определенный день последний, когда отвешивается выставка. Отвешивается. Ну да, это так сказать. Профессиональное слово. Отвешивается. Может быть, не совсем профессионально, но... Зато понятно. Обязательно. То есть потом запускаются сотрудники музейно-выставочного комплекса для оценки, для понимания, как посетителю понравится или нет. И с этой точки зрения мы уже тоже начинаем что-то менять, возможно. А, даже можно вот это вот перевесить и вот тут же. Да, потому что не все то, что может по задумке автора быть, понравится посетителю. Поэтому обязательно мнение со стороны должно быть. Татьяна Юрьевна, еще такой вопрос. Скажите, вот сегодня выставок-то много разных. Бывают выставки, которые, ну, такие спорные, да? Которые спорные не с точки зрения, что можно показывать, что нельзя. Ну, а вот идут там споры какие-то, которые вызывают какой-то неподдельный интерес. Ну, скажем, известна выставка на ВДНХ, да? По поводу человеческих тел там была целая история совсем недавно. Вот, тем не менее, она отработала, хотя и письма писали и так далее. Вот, как вы говорите, вы гоняетесь за выставками? В чем этот ценз отбора? Что главное? Будет ли она интересна нашим посетителям? Вот, есть у нас уже опыт, к которому выставки приезжали. В других городах они имели фурор. У нас они прошли с наименьшим посещением. Есть выставки, которые, наоборот, были провальны в других муниципалитетах. А вдруг у нас выстрелы? Да, у нас выстрелы. Тоже у нас мы, понимаете, городской округ Люберцы находится непосредственной близости с Москвой, да? И мы, получается, конкурируем. Естественно, Москва в этой конкуренции занимает первое место. Но для тех, кто маломобилен, для тех, для школ. Вот мы активно работаем со школой. Это, кстати, хорошая история, да. Вот, помимо... Мы стараемся не только показать, организовать публичный показ предметов. Мы стараемся уже привлекать какие-то интерактивные программы, чтобы было ребенку... Интересно, да. Интересно. То есть, и с учетом этого мы также отсматриваем выставки. Вот, например, у нас сейчас интересная выставка стоит «Арктика». Да, тоже, возможно, вот со стороны школьной образовательной программы ее подать. Да еще, если подключить интерактивную программу к ней, то, соответственно, спрос будет совершенно друг. Познавательная такая функция будет. Ну, мы сейчас поговорим более подробно об одном проекте уже в второй части нашей программы, а в конце первой вы расскажете, какие вот ближайшие еще выставки, что еще можно увидеть. А пока вопрос о Невне. Все-таки сегодня запрос у зрителя, да, посетителя выставки – это больше картины, скульптуры или это какие-то, я не знаю, Биеннале, как сейчас, Биеннале, что-то такое, что никто не может понять. Иногда так, да, и вот внимательно приходит человек и смотрит. Тем не менее, под этим выделяются пространства и создаются какие-то любопытные, кому-то нравящиеся, кому-то не нравящиеся, ну, скажем так, проекты, да. Вот, скажите, что у вас требовано все-таки больше? На данный момент все-таки классика. Очень приятно видеть, когда приходят молодые родители с детьми, их большое количество действительно, с детьми, начиная от трехлетнего возраста, когда идет сочетание живописи, фотографий, скульптуры одновременно даже. Это все возможно. Да, чтобы люди не уставали только от одних картин. На самом деле, вот классика на данный момент, да. Современная тоже, да, но мы пока еще с этим не столкнулись, так как есть такие крупные пространства, как гараж, да, арт-деко, вот, они пока все забирают от молодых. Но вот все-таки... Ну, то есть некий симбиоз, есть такое хорошее слово, да, когда всего понемножку, но на своем опыте, опять же, вот, когда большие музеи берешь, ну, хотя бы тот же Эрмитаж, да, коль мы уже называем, известные галереи, музеи и так далее, то там, если правильно не выстроить программу, то, наверное, к середине осмотра, когда сначала внимательно смотришь каждую картину, что-то прочел, остановился, пофотографировал, все-все-все-все-все-все, еще, не дай бог, аудиогид все выслушал, и ты понимаешь, что ног нет уже на середине, да, прохода выставки, то есть человек как бы не рассчитывает свои силы на вот это вот обилие материала. Поэтому, наверное, логика построения выставки еще зависит от этого. У нас есть такое, конечно, то есть если второй этаж, это, в принципе, классика, фундаментальная, а это и скульптура, и плюс фондовая мебель, и такие классические картины, то третий этаж, хольное пространство, например, это совершенно что-то яркое, необычное, вот как на данный момент стоит Александра Никифорова. Мы все очень устали от зимы чуть-чуть, да, есть такое, плюс сейчас лякоть начинается. Ее же потрясающие картины – это детские улыбки, это животные, и у меня совершенно свое видение. Мира. Мира, и они очень яркие, они очень добрые, работают сами по себе, то есть ты заходишь в зал, расслабляешься, ты улыбаешься сразу. А следующий зал уже идет фотография. То, что остановись мгновение, ты прекрасна. Да, то есть вот оно по-своему, ты не устаешь от этого. У нас остается совсем мало времени к концу первой части. Какие выставки еще планируются, если можно коротко, в ближайшее время? В ближайшее время к нам заезжает огромный проект, занимать он будет практически все пространство картины галереи. Составной такой проект. Там участвует у нас Союз художников Москвы, как бы основной организатор. Очень достойной работы, очень профессиональный уровень. Приглашаем, приходите, смотрите. Ну что ж, давайте сейчас сделаем небольшую паузу, и потом поговорим более подробно о проекте. Это программа «Открытый диалог». Напомню, что говорим мы сегодня о картинной галереи и о возможностях картинной галереи городского округа Люберцы, а именно музейно-выставочного комплекса городского округа Люберцы, куда картинная галерея входит составной частью. По-прежнему у нас в гостях Анна Юрьевна Ехира, заведующая картинной галереи. И подключилась к нам Елена Викторовна Матюшина, член-корреспондент Международной академии культуры и искусства, основатель арт-проекта «Реверберация». Когда-то вы были у нас уже в гостях. И я так понимаю, что речь пойдет о том проекте, да, Анна Юрьевна, который сейчас можно увидеть в вашем пространстве, в вашей атмосфере. Расскажите о нем, что это такое. Потрясающе интересный проект, именуется «Деревянное зодчество». Это не как скучно бывает порой, да, посмотреть на это. Нет, в состав вошли фотографии, живопись, авторские костюмы, изделия народного быта. У каждого автора своя история. Очень интересно и действительно оно восхищает. Учитывая, что в этом году Владимир Владимирович Путин объявил годом сохранения культурного наследия нематериального значения, то есть как раз мы поддерживаем наши традиции. То есть вы как раз попали в точку. Хочу напомнить, что эта выставка называется «Всероссийский проект «Деревянное зодчество». И о нем мы говорим, естественно, как вы, вас можно назвать, куратор проекта или… У проекта два автора. Два автора, так. Это я, Елена Матюшина, и Евгений Желяев. Мы сейчас представляем с огромным удовольствием вашем замечательном городе, вашем чудесном комплексе музейно-выставочном второй тур уже проекта. Он едет по России с 2020 года. Это прямо тур. А в 2019-м был дан старт проекта, который начался с одной маленькой выставки, в которой было всего лишь 15 работ. 15 работ. А сейчас сколько? А сейчас уже порядка 160 работ. 160, то есть в 10 раз больше. Да, да. Это именно то, что касается фотографов, художников, авторских костюмов и скульптур. Потому что еще и скульптура у нас представлена. Но мы даже уже не считаем изделия народных промыслов, элементы крестьянского быта. Это уже у нас… Счета нет. Счета нет уже. То есть это лапки, что ли? Правильно я понимаю? Ну как же? Это же, конечно же, прялки. Это ухваты, это лопаты для хлеба, это котелочки. Это очень интересные рушники. Более того, в рамках выставки можно посмотреть, увидеть четыре фотографии, сделаем нашим отдельным фотографом, который много путешествует по России, именно с большим интересом, относясь к русским ремеслам, к нашим родным. И можно увидеть четыре фотографии уникальной мастерицы, которые представляют именно отдельно взятые ремесла в отдельно взятых регионах. То есть которые реально сегодня существуют и работают. Мы сейчас об этом еще поговорим, а я вернусь к Ане Юрьевне. А к кому пришла идея? Я так понимаю, мы уже встречались с Еленой Викторовной, то есть это как бы уже такая продолжительная связь у вас, да, с этим проектом? Да, мы в прошлом году познакомились с ребятами на огромном проекте «Малые города России». Они заинтересовались нами, мы ими. Вы нашли друг друга. Да, да, да. И когда мы поняли, что вот этот такой проект, и плюс он стартует после Люберец, по всей России поедет, и то, что мы сможем показать нашим люберчанам, детям, взрослым, а ту особенность культуры Российской Федерации, мы сразу ухватились за это. Ну да, потому что говорим мы много сейчас о корнях, о каких-то традициях, о самобытности. Тем не менее, многие, увидев традиционные, скажем так, наряды, приспособления, ну, наверное, сразу хотят спросить, это что, имеет отношение к нашим древним ремеслам? Таки да, ответят вам музейные работники. Почему я так говорю уверенно? Потому что путешествия по многим городам России практически в каждых крупных центрах есть такие небольшие городки, которые сделаны как небольшая деревня или село, где прямо все работает, где вы можете увидеть, как хранилось зерно, где вас могут угостить не просто какими-то пирожками, которые сегодня делают где-нибудь на заводе, на фабрике, а вот которые сделаны действительно вручную. И это очень интересно. И я так понимаю, что в основе этого проекта именно не только показать, как было, но и что-то сохранить, или что-то, может быть, даже возродить. Конечно. Но прежде всего в проекте очень много, большая фотографическая часть, это 106 работ, которые касаются русского севера и средней полосы России замечательные. И даже мы взяли немного Европы, потому что деревянное зодчество всё же это мировое достояние, которое, в общем, достойно внимания во всём мире. Не говоря же о том, что Россия является буквально так основной, скажем так, частью этого культурного достояния. Потому что дерево-то у нас и до сих пор, слава богу, много. Конечно, да. К сожалению, очень много, что касается русского севера, запечатлено каких-то, может быть, церквей, храмов, которые уже утеряны. Но, тем не менее, надо, чтобы это видели и чтобы это знали. И очень большое внимание мы уделяли в целом состоянию, потому что в первом туре мы всё же больше говорили о внешней визуальной составляющей деревянного зодчества. Во втором туре мы решили пойти глубже. Мы всё-таки решили немножко поговорить о том нашем внутреннем состоянии, о нашей памяти, памяти, которая нам передалась от наших предков, которая, конечно же, даёт нам силы, даёт нам мужество, может быть, принятие решений, является нашей основой. Ну да, это, как говорят таким словом, базис, да? Да. Потому что на основе его. А вот возникает такой вопрос, Анна Юрьевна, вот то, что мы говорили в первой части, те люди, которые приходят на подобную выставку и видят, например, рушнички или какую-то вышивку, или, опять же, изделие из дерева, вот, ну да, там, например, дети, ну да, ну клёво, классно, всё здорово, вот, иногда им кажется, что это вообще-то современная вся история. Вот есть ощущение, что понимание того, что оттуда истоки идут, или этого ощущения нет? Нет, есть. Есть, да. В особенности сейчас вот эта выставка попала на... в преддверии масленичной недели. Мы ожидаем большое количество посетителей, так как у нас пройдёт фестиваль, кукол, конкурс традиционно в картинной галерее. Плюс музей подготовил потрясающе интересную музейную программу вместе с мастер-классами, интермедией и экскурсии. В случае, когда дети спрашивают наших сотрудников, да, ещё что-то, мы всегда приглашаем экскурсовода, чтобы он мог ответить. Если же есть огромное желание, то по договорённости могут приехать сами авторы выставки и провести лекцию, экскурсию. Да, есть такая уникальная возможность, что лично автор тебе расскажет, что он хотел показать, что он видел. Это вот тот случай, знаете, когда, например, художник написал картину, вот, и мы прячем художника, например, где-нибудь, чтобы его не видели. Фокус-группа это называется. И вот, что видите на картине, и там люди, каждый по-своему. Ну, берём тех, кому интересно, да. И когда художник выходит, он наверняка скажет, я и не знал, что я такое чудо-то написал. Почему? Потому что одно дело искать попытки то, что передал художник, а другое дело, если художник пытается что-то передать, то есть художник-посредник между чем-то и мной, верно? Конечно. И вы, вот, кстати, сейчас раскрыли маленький секрет, потому что авторы работы, они ходят по выставке тихо, встают за группами людей, за группами зрителей и слушают, что же и кто же там говорит. И, по сути, это очень важная подпитка, это очень важный обмен, который авторы даёт вдохновение, наполненность, может быть, какой-то вектор, какие-то новые идеи. А зрителю он даёт тоже воспоминания, ощущения. Вот это как раз вот то настоящее живое, что и должно, по идее, быть и должно как-то вот наполнять выставку. Ну, это прекрасно. Анна Ивановна, скажите, как долго будет работать эта выставка и что нужно для того, чтобы на неё попасть? Выставка продлится до 9 марта. 23 февраля... Как раз, кстати, в Масленице, да, попадает? Да, 23 февраля и 8 марта в честь праздников таких замечательных у нас проход в музейно-выставочный комплекс совершенно бесплатный. Мы приглашаем вас провести эти праздники у нас в музее, посмотреть. Так мы работаем со среды по воскресенье с 10 до 7 часов, касса до 18.30. Приходите, успейте, посмотрите, наслаждайтесь, отдыхайте. А главное, вот, ну, есть такая уникальная возможность прикоснуться к этому. А вот теперь вопрос к Ирине Викторовне, как к члену-корреспонденту Международной Академии Культуры и Искусств. Сейчас пришло такое время, когда всё больше разговоров о том, вот что-то можно назвать искусством, что-то нельзя назвать искусством. Я понимаю, что это не совсем тема нашей программы, но тем не менее. А есть вообще какое-то, ну, разграничение? Вот сажаем три художника. Тома, опытного, среднестатистического, позвольте, и молодого, который только-только. И даём им, чтобы они какую-то одну натуру написать. Можно определить, кто действительно талантлив или каждый талантлив по-своему? Ну, если они смогут все нарисовать лошадь, и все узнают лошадь. Да, но можно даже лошадь нарисовать так, что... Это шутка. На самом деле разговор о современном искусстве, он бесконечный. Я понимаю, что сейчас очень часто поднимается эта тема. Мы сталкиваемся с этими вопросами. Мы в основном работаем много с художниками, но сейчас... Ой, много с фотографами. Но вот сейчас стали работать с художниками. Вы знаете, мы, конечно, придерживаемся более классического подхода, но поскольку всё равно есть время, его тенденции, какие-то особенности, мы с большим интересом наблюдаем, например, за теми фотографами или, может быть, даже за теми художниками, которые и ищут себя в современном выражении. Но очень важно, чтобы этот поиск себя в современном выражении, это самовыражение, оно всё же было из хорошей школы, из таланта, из опыта и из внутреннего душевного какого-то мира. Понимаем, понимаем. То есть не попсовое что-то. Понятно, она века. Да. Хорошо, спасибо вам огромное. Я приветствую ещё раз в нашей студии заведующую картиной галереи музейно-выставочного комплекса городского круглуберца Анну Юрьевну Ехира, а также член корреспондента Международной академии культуры и искусств, с основателя авторского арт-проекта «Реверберация» и одного из авторов или кураторов всего вместе, руководителей выставки «Деревянное зодчество», которое сейчас проходит в городском округе Люберцы, это Елена Викторовна Матюшина. Спасибо вам огромное. Спасибо вам большое. Ну а наша программа «Открытый диалог» завершена. Всего доброго. Меня зовут Николай Пивненко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова